Сегодня я, честно говоря, была на кастинге, как вы уже поняли, который меня немного шокировал. Хочу показать вам свой обычный завтрак. Ничего нового сегодня не произошло. Спайси тюна и тост с авокадо в Филадельфии и лососе. Капучино. Всем привет! Краткая история всей странности этого бытия и мира. Моё вчерашнее видео было про то, что я хочу завязывать работу модели. И мне высылает агентство кастинг, на который я, собственно, сейчас иду. Иду, честно, без особого энтузиазма, потому что это абсолютно не имеет смысла. Не имеет смысла по той причине, что на следующей неделе я уже улетаю в Украину, и как бы смысл этого кастинга никому неизвестен. Ну, я решила пойду, потому что это недалеко от моего дома, 15 минут. Тащу бук, потом встречаюсь с одной девочкой из Милана. Договорилась с ней встретиться, просто встретиться. Так что сейчас вам расскажу, что мне скажут на кастинге, как мне скажут. Сэнки, бай! Вчера мне написал мой агент, что у меня опшен на работу в другой стране, и, может быть, я полечу туда. Опять-таки после видео, что я сказала, что всё плохо. Вот такие вот новости выползают. И в такие моменты ты вообще не понимаешь, как понять, что делать в этой жизни. Ещё хотела бы вам сказать немного о своих мыслей по поводу качества одежды в Заре. Как бы, извините, пожалуйста, я этот пиджак носила, ну, от силы, наверное, 4 или 5 раз. Это нормально? Он стоил, по-моему, 80 евро. Так извините меня. Я не знаю, мне кажется, это ужасно. Это ужасное качество. Я больше никогда не куплю пиджак в Заре. Ещё я хотела бы прокомментировать некоторые моменты, которые мне писали в моём прошлом видео. Первый момент это ты сама виновата, ты не хочешь стричь волосы. Извините меня. Я не считаю, что я должна менять свой образ и имидж под какую-то одну работу, потому что кому-то так, извините, меня припекло пукан, пёрнул человек и такой, стригись, конечно. У меня есть своё мнение какое-то на этот счёт. И я не подневольный раб, который будет делать всё, что мне скажут. А если мне скажут, набей татуировку на лбу, я не знаю, что. Я что, должна какую-то татуировку делать и ради работы какой-то, за которую ещё платят не очень-то и много? Вижу в этом ничего зазнавшегося и воззвездившегося, что человек не готов просто изменить всё ради какого-то желания другого человека, ради одной силы. В общем, да, как-то так. Так что, если для вас это значит, что я зажралась, и человек с такими мыслями не может работать моделью, я с вами абсолютно не согласна. Просто нереальная жара. По ощущениям, мне кажется, плюс 30. Я почти дошла до кастинга. Сейчас проверим, что мне скажут. Кстати, смотрите, какой у меня сегодня кастинг. Так, в общем, я заканчиваю кастинг. Кастинг прошёл очень быстро. Я встретила там несколько девочек. Уже там было много уч-композитов, то есть на него прошло очень много людей. Я сейчас иду домой. После кастинга я виделась девочкой, которую я вам рассказывала. Кстати, очень классная девочка. Мне очень понравилось. Очень приятное, лёгкое общение. И она, кстати, раньше работала в моём же агентстве в Милане, в фэшене. И она просила работать 6 лет назад, когда я была 24. Я вот нами рассказывала про свой опыт, того, что она перестала работать моделью. Почему, какие мотивы. Мы с ней поговорили немного про это всё. Про мои мысли. Обсудили мои страхи. К чему это я говорю? Вообще, я иду сюда домой. Кастинг был на какой-то бренд сумок. Не написано было в информации о кастинге, на какой. Просто сумки. Не было сказано. Это кампейн, e-commerce, лукбук. В общем, никакой информации. Как всегда, я пришла одна из первых. Ну, чтобы с ней увидеться. И там просто было очень много уже композиток. То есть, огромное количество девочек пришло. Конкуренция, как всегда, огромная. Быстро покажу вам свой такой не очень красивый обед. Вот что я себе сделала. Выглядит, наверное, ужасно. Лёша сегодня принёс вот такие пионы. Я не знаю, почему в Италии все пионы продаются закрытыми. Но я думаю, через пару дней они будут просто нереально красивые. Пока что они в бутон. На мне лежит такса. Вы видите? Я хотела вам рассказать сейчас о том, что вообще было сегодня. Краткое такое разговорное, не совсем видео, влоговое. В общем, сегодня я, честно говоря, была на кастинге. Как вы уже поняли, который меня немного шокировал. Шокировало мне количество моделей. Я пришла одной из самых первых. И уже там была куча композиток. То есть, конкуренция в Милане огромная. И я, на самом деле, уже как-то особо не рассчитываю на эти кастинги работы. Я просто прихожу, потому что я приехала работать. И я должна хотя бы пытаться делать всё, что я могу. Сегодня я выгляжу неотёкшей. Видите, я уже не похожа на бомжиху. Как мне писали в прошлом видео, что я бомжиха ужасная. Я почитала комментарии на своём YouTube-канале под последним видео. И хотела бы дать пару правок комментариев. В общем, главный комментарий, который меня насмешил. Этих комментариев было очень много. Вот одного характера. Если, Инна, ты не знаешь, чем заняться, роди ребёнка и занимайся ребёнком и его воспитанием. Так что, ребята, я, конечно, прислушиваюсь к вам и пойду сейчас сражу ребёнка. Это, конечно, очень смешной комментарий. Не знаешь, что делать, а где ребёнка. Я просто обескуражена от этого. Как можно такое предлагать людям? Ведь серьёзно вообще люди такое пишут? Или это шутка такая? Надеюсь, шутка, иначе просто так. Окей, понятно, что это смешно. И ещё мне привёлся один комментарий, где понятно, что мне писали, что я выгляжу ужасно, страшно, какая-то старая, я опухшая алкашка с ужасными волосами. Вот. Мне кто-то написал, что когда он видит мои волосы, у него просто рвотные позывы, что ужасная прическа. И когда любые знакомые видят мои волосы, они просто хотят обливаться. Такая у меня страшная прическа. И вообще понятно, что у меня нет работы. Такие стрёмные волосы у меня. Я согласна с вами, с этим комментарием абсолютно. У меня очень плохие волосы. Я поддерживаю все ваши слова. Они реально выглядят плохо. Я считаю, они мне не идут. Но есть одно но. Я не могу ничего изменить. Они мне отпали от того, что они испортились очень сильно. У меня есть видео на канале про это. У меня были раньше длинные, красивые волосы, но они отпали. И я их отпускаю. Я ничего не могу с ними сделать. Я могу только ждать. Ждать, пока они отрастут. Вот реально я не могу на это никак повлиять. Могу только парик носить, что в моделинге не приветствуется. То есть волосы не причина моих отказов на кастингах. И я могу... Мне написали нарасти волосы, потому что это просто... Опять-таки я не могу нарастить волосы. Ну то есть как бы я могу. Ну, если мне советуют это для работы, в моделинге нельзя наращивать волосы, ресницы, еще что-то. Нельзя. Ногти. Но волосы так тем более. То есть я не могу этого сделать. Если вы думаете, это улучшит состояние моей работы. Нет, это не поможет. Понятное дело, мне тоже нравятся мои волосы. Но я не могу никак на это повлиять. Ну, разве что растите быстрее. Мантры какие-то читать волосам. Ходить к гадалкам, чтобы они святой водой ополаскивали мои корни. И они росли со скоростью света. В общем, я не могу на это повлиять. Мне тоже не нравятся мои волосы. Или мне это тоже грустно. Поэтому хожу в панамки. Потому что им не нравится. А вы мне тут еще пишите, что у меня странные волосы. Я знаю. Или человек, который написал мне, что я отекаю. Да, я знаю, что я отекаю. Я отекаю, блин, полжизни. Я на каждом видео говорю, что я отекла. Я поэтому думаю про блефаропластику. Это сегодня мне повезло. Я сегодня выгляжу нормально, не отекше. Но обычно я выгляжу отекше, понимаете? Я гладила пиджак, кстати. И понятное дело, что я прочитала множество хороших комментариев. За что я вам, Вика, благодарна. Спасибо вам за вашу поддержку. Она очень ценна мне и приятна. Но почему я комментирую какие-то негативные моменты? Ну, наверное, потому что они меня тревожат. Я сама понимаю, как с волосами, что мне не нравится. Я даже когда делала какие-то фотографии в Инстаграм, я думаю, были бы у меня другие волосы, мне бы больше нравились фотографии. Мне не нравятся мои волосы. Но я не могу ничего поменять. Я просто смиренно жду, пока они отрастут. И все. По поводу тех же отеков. Это травма моей жизни. Вы не понимаете, насколько для меня это важно, насколько это меня вводит в комплексы. Но я не могу это поменять. Поэтому я и думаю про блефаропластику. Но еще я поняла, конечно, что, не знаю, надо мне делать какой-то тайм-аут точно, по-любому, потому что что-то меня сейчас все это задевает. Не знаю, может, луна какая-то в Ретрограде или где-то луны находятся. Я не верю. Я не верю, не разбираюсь в этой теме. Вот так сказала просто. Тем более у меня сейчас достаточно работы. У меня много рекламы разной сейчас, рекламных проектов, которые мне надо разгребать. Так что дел хватает. В Киеве пойду реанимировать свои волосы. Не буду я их стричь, я же их отпускаю. Потом пойду к косметологу, попытаюсь как-то, не знаю, натянуть себе вот так лицо. Кстати, я думаю, вот было бы классно вот так подтянуть лицо. Да? Ну, я не буду так подтягивать. Это невозможно, наверное. В общем, просто надо понять, чем я хочу заниматься. Потому что это очень сложно, когда ты занимался чем-то одним такое долгое время. И просто ощущение такое, знаете, ребят, когда ты думаешь, что ты больше ничего не умеешь. И это нормально. Когда человек делал постоянно что-то одно, и отпустить это, и бросить, очень сложно. И начать новое. Ну, понятно, я справлюсь. Но это очень сложно, потому что ощущение, что ты больше ничего не умеешь. И ни на что больше не способен. Многие писали, что блог это моя работа, не знаю, работа ли это моя, для меня это отдушина, это моя душа, я снимала видео не до 2018 года, не знала, нет, не 2018, до 2017 или 2018 года я не знала, что можно монетизировать видео на ютюбе, например, я просто снимала их, я узнала их от Саши из Барселоны, мужа Сильвии, что, Инна, что ты не монетизируешь видео? И я узнала, что, оказывается, это возможно, понимаете? То есть для меня это моя душа и я не знаю как-то. Мы опять пришли в это место, это все Леша, кстати, заказал, я это не заказывала. Все же Леша. Леша обжор, и так соплачет. Леша, ты съешь это? Это, кстати, не все, что Леша заказал, но еще заказал. Что еще заказал? Что-то ты еще заказывал себе, сашими. А вот что я заказала? Ну как, я с Лешей. Мы заказали еще такое и ваками. Еще я вот эту штуку заказала. Больше я ничего не заказывала. Вот эту вот, а вину? Вот эту. Отрывайся от такса. Да, он тебя увидит. Я не увидела. Кажется, так затупаю. Сейчас как увидит тебя. О, господи. Давай. Давай не. Пришла доставка украинской колы. Я в шоке. Жор бургера. Жор бургера.